В эти дни налоговая служба будет работать в особом режиме с 9 утра до 8 часов вечера в будни и с 9.00 до 15.00 в выходные. Как сообщила руководитель межрайонной ФНС номер один по Архангельской области Ненинскому автономному округу Марина Волокжанинова, в декларации налогоплательщик должен указать все свои доходы, полученные в прошлом году, с которых не был удержан налог на доходы физических лиц, в том числе доходы от сдачи в аренду жилья, от продажи имущества и транспортных средств, находящихся в собственности менее трех лет, от предпринимательской деятельности и другие. Это касается в первую очередь муниципально-государственных служащих, когда мы сдаем информацию о наших доходах и членах семей. По опыту прошлого года обращаю внимание, что у нас некоторые сотрудники администрации представили недостоверные сведения, за что были привлечены дисциплинарные ответственности, пока не административные, пока никого не увольняли, но второго раза уже быть не может. Поэтому обращаю внимание, что в течение апреля все должны заполнить декларации, сдать и постарайтесь заполнять без ошибок. Одни из основных ошибок забывают показывать имущество, приобретенное в текущем году, за который заполняется справка. Затем не отражаются в отдельных случаях доходы по совместительству. Муниципальные служащие, работая по совместительству, забывают показать этот доход. Марина Волокжанинова рассказала, избежать ошибок при составлении декларации можно, подключившись к электронному сервису ФНС России. Он называется «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица». Это очень удобно, в том числе и при заполнении справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, поскольку зайдя в свой личный кабинет, вы увидите там все свои имущества, все свои доходы. Все это под паролем, очень надежно, поэтому фактов утечки информации в этом электронном сервисе никогда не было. Поэтому все-таки приглашаем, приходите, мы подключим вас. Подключиться к электронному сервису налоговой службы можно, придя с паспортом в межрайонный отдел ФНС номер 1 в Котласе по адресу Карла Маркса, 14. Кстати, чтобы оживить декларационную кампанию 2015, сотрудники инспекции проведут для налогоплательщиков дни открытых дверей. В пятницу 24 апреля посетителей ждут с 9 утра до 8 вечера, а в субботу 25 апреля с 9.00 до 15.00. Специалисты проконсультируют обратившихся о порядке предоставления декларации 3 НДФЛ, о праве получения за 2015 год вычетов по НДФЛ, окажут практическую помощь при заполнении декларации, ознакомят с правилами пользования интернет-ресурсами. Субтитры создавал DimaTorzok